Белорусская транспортная неделя Уже здесь наблюдается ажиотаж Людей очень много И нам посчастливилось застать на стенде Skyway Основателя технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого Добрый день, Анатолий Эдуардович Добрый день, не лукавьте Вы не застали, вы знали, что я здесь И я на открытии выставки должен был присутствовать Я действительно не был уверен, что вы здесь будете Потому что в Берлине вас не было У вас есть более важные дела Которыми вы заняты в основном в экотехнопарке Что все-таки заставило вас почтить своим вниманием Белорусскую выставку, в отличие от немецкой Не надо таких громких слов Германия далеко И туда надо было ехать на неделю Вообще-то на выставке должны присутствовать Не руководители предприятия, а стендисты Они должны рассказывать, показывать об экспонатах И у нас сейчас серьезная работа идет Идет стройка И самый ответственный этап Это монтаж путевой структуры Для двух трасс И поэтому, естественно, я занят Ну, можно сказать, круглые сутки на этой работе Ну, а в Минске мы находимся рядом Поэтому не заехать и не видеть наше детище Мое детище Ну, я не мог Тем более, что сегодня будут члены правительства Я хочу тоже им рассказать о проекте Расскажите, пожалуйста Что мы представляем на выставке? Ну, две машины, причем полноценные Это промышленные образцы Они некие макеты Из фанеры, как наши недоброзватели говорят Это машины, которые полностью укомплектованы И здесь есть ходовая часть Есть рама, есть салон Есть автоматизированная система управления Есть стыковочные узлы Есть даже, вот тут кусочек покажем В путевой структуре В масштабе один к одному И можно посмотреть, какой будет путевая структура Она очень будет компактна Это городской юнибус Он 14-местный На самом деле, он 25-местный Если взять нормативы общественного транспорта Российского или белорусского Где метро, например, 8 человек на квадратный метр Поэтому, если из этих норматив исходить Здесь 25 человек должно перевозиться А мы взяли нормативы организации обидных наций Где 3 человека на квадратный метр То есть мы будем сфиксировать нашу технологию По самым жестким мероприятиям? Да, я всегда говорил, что мы из каждого требования Ну, таких педовых стран Как, допустим, США, Россия Страны Европейского Союза Белоруссия Организация объемных наций Из каждого норматива берем самый жесткий норматив Ну, допустим, по безопасности По электробезопасности По шуму По уместимости, да? И из этих жестких самых нормативов Проактируем машину Поэтому она будет сертифицирована в любой стране Я охотно поверю в это Потому что в Берлине мы провели эксперимент Вместо 14 человек вошло 17 И оставалось еще достаточно много места Да, да, да Вы это подтверждаете, так? Здесь будет пол в пол Ну, здесь поэтому сделаны ступеньки На самом деле перрон будет на одном уровне И поэтому здесь может и инвалид-колясочник Спокойно объехать И здесь не будет перепада высот И для него тоже присмотрен здесь место Антоний Эдуардович Часто инвесторы спрашивают Обсуждают Чтобы снять все вопросы Расскажите, в чем инновационность пола в Юнибусе? Кроме того, что там травка Какие-то бабочки, стрекозы Да, ну, во-первых, он красивый пол, да? Безусловно И в этом тоже инновационность Потому что это земля Мы ходим по земле При этом мы не разрушаем Потому что там прозрачный слой И даже бабочки Мы их не топчем, так? Ну да, после недели Берлина Смотр как новый, да И инновационность не в этом На самом деле Пол это сэндвич-панель Высокопрочная То есть пол является Как бы плитой Высокопрочной Которую выдержит, в принципе, слона Кстати, был случай В Германии Когда построили В Вепертале Первому на рельсу дорогу Еще построили в конце 19-го века Там было две аварийные ситуации Один раз забыли гаечный ключ На пути А второй раз решили Перевезти слоненка Из зоопарка куда-то И когда его везли Над речкой Он проломил пол И выпал в реку И остался жив Поэтому прочность пола Она существенная Для транспорта второго уровня Поэтому это пол высокопрочный А я слышал, что он даже с подогревом Да И это вот И это второе Вернее, третье Что является национальным Значит, греть надо У нас же зима бывает И бывает холодно Поэтому здесь должен быть Климат-контроль, да? И обогрев И поэтому лучше всего греть пол И поэтому здесь Да, в верхнем слое Там электробогрев А внизу теплоизоляция Чтобы не греть улицу Вот все это в комплексе Является как бы инновационным Спасибо большое Что вы расскажете О других образцах Мы точно видим здесь Юнибайк Да, точно мы видим Юнибайк Это прогулочная машина Где можно Фитнесом заниматься Вот мы видим Что один из наших Инвесторов Крутит Велогенератор Правда он Нескавяло это делает Так В данный момент Он инвестирует Свою физическую силу В наш проект Не, ну надо Если бы он был Как бы более интенсивно Крутил То вот на этой бы Энергии Можно было развивать Скорость 60 км в час Но Скорость Вообще Расчетная Юнибайка 150 км в час И Остальную энергию Дают аккумуляторы Поэтому Фактически Тот кто крутит Педаль Он заряжает Аккумуляторы Аккумуляторы Уже потом Запитывают Привод А привод Работа привода Регулируется Автоматизированной Системой управления Поэтому Юнибайки Едут все По трассе С расчетной Скоростью Несоответственно Крутит кто-то Педаль Или не крутит Иначе Не будет логистики И будет небезопасно Спасибо большое Скажите пожалуйста Какие вообще Варианты Исполнения Юнибайков Есть Я слышал Что бывает Трехместный С различными Вариантами Педальных узлов Количеством Точнее Мы здесь Представляем Явно двухместный С одним педальным узлом Да Может два Может без них Быть Может быть одноместный Может быть и четырехместный Там Целая линейка Но Я хотел бы Обратить внимание Вот на другой факт На экономичность Эффективность Вот если перевести Электрическую энергию В топливо То Юнибайк При скорости 100 км в час Будет потреблять 0,6-0,7 литра На 100 км в пути Вот что самое главное В этой машине То есть это Ну даже мопеды Он более Негозатратный То есть даже без работы Ногами Даже без педалей Нет Это не важно Это количество энергии Которое нужно Для движения Со скоростью 100 км в час 100 км в пути Он проедет На аквиваленте 0,7 литра топлива А эта машина Это аналог автобуса 2,7 литра На 100 км в пути При скорости 100 км в час Это самый экономичный Транспорт в мире Самый Аналог автобуса По вместимости Но не по По параметрам Безусловно Поэтому таких машин Ни в мире нет Мы переживаем весь мир Если допустим Сравните Это что же электромобиль Говорят Это не электромобиль А что же это Это полноценный электромобиль Сравните с Теслой С известным автомобилем Илона Маска Эффективность его В 10 раз примерно Выше По энергозатратам На движение В 10 раз Это порядок Спасибо большое За интервью Анатолий Эдуардович Уже собираются люди Вас ждут Подписывайтесь на наш канал YouTube Следите за обновлениями Новостей На официальном сайте Межородной группы Компании Skyway По адресу Подписывайтесь на наш проект Поддерживайте наш проект И тогда вы всегда будете В самой гуще инноваций Не зря же нас сюда пригласили Строй Skyway Спасай планету Здравствуйте С вами Михаил Кириченко Вы смотрите новости Skyway В которых мы рассказываем вам О разработках и внедрении Прорывных транспортных технологий В последнее время Мы в основном информировали вас О премьере технологии Skyway На выставке в Берлине На Транс-2016 Где на суд мировой общественности Были представлены Образцы подвижного состава Skyway Действующая модель Путевой структуры Но что же делается С основной С настоящей путевой структурой Ответы на этот И на многие другие вопросы Мы сегодня постараемся получить С помощью главного технолога Закрытого акционерного общества Струнной технологии Виктора Рудковского Здравствуйте Здравствуйте Вот рояль в кустах Очень кстати оказался Расскажите Что это такое И где мы с вами сегодня находимся Находимся мы на предприятии ОАО Стройцевый прогресс Наш основной подрядчик По всему этому действию По всей металлоконструкции Как для высокоскоростного транспорта Так и для легкой транспортной структуры Ранее мы уже были здесь Видели Секции Части Секции Сборной конструкции В общем Которую мы принимали И Совместно С представителями Тоже нашей организации Это уже какой-то очередной промежуточный этап Как я понимаю Скажем так Промежуточный этап Основных Сборочно-сварочных Работ Даже скажем так Финишный этап То есть то что мы видим Это по сути По сути Вот то к чему мы стремились Все это время Там на офисе У нас На проспекте Дзержинска То есть проектируя эти вещи Это вот в общем-то результат В железе В металле В данном этапе Происходит сейчас Доработка Некоторых элементов Нюансов То есть Почему мы сюда и приехали Собственно Значит Составление контрольной карты замеров Которую делали и ранее В общем-то Здесь она более объемная Более обширная Дальше После этого этапа Значит Театр металлоконструкции Идет на заливку Раскостных вот элементов Раскостной решетки Спецбетоном Тоже испытание Которое мы проводили Ну и после чего Нанесение финичного покрытия Защитного И Отгрузка на монтажную площадку Ну вот последовательность Как бы работа такая Спасибо большое Ну Как мы понимаем Это не первая Не последняя Секция Я вижу Что здесь Еще на территории Предприятия В производственных площадях Находится очень много Других элементов Для следующих Секций Расскажите пожалуйста А что это такое Да Ну вот мы видели Секцию Секцию в сборе Вот Это один из элементов Скажем так Раскостная решетка Ветровые раскосы наши В общем то С поставленными туда Это она внизу Так да Вот она в данном случае Внизу Но положи Значит скажем так Рабочее положение Это металлоконструкции Перевернута То есть грубо говоря Получается Вот это Сейчас она находится Она в перевернутом положении Да Вот это вверх То есть Вот это вот Вот это вот Пояса Они же рельсы Для высокоскоростного транспорта Вот это вот Для городского То есть Ну Со стапеля Было удобнее В общем то поставить Достать сейчас так На данном этапе Я думаю Собственного говоря Да Ну и Если мы пройдем Немножко вперед Увидим Где В общем то Мы собираем Все это Основной сборочно-сварочный стапель Скажем так То есть Отсюда оно поступает На стапель Потом уже На финишную отделку Как я понимаю Туда Потом еще Где-то там Заливается бетон Покраска Здесь мы Здесь мы В общем то делаем замеры Смотрим геометрию Делаем доработку Вставку технологических Раскосов перемычек Если это необходимо Ну какую-то доводку Финишную По части металла По части точности конструкции Сопоставив С чертежами Имеющимися здесь Вот Дальше Эта металлоконструкция Поступает на определенный участок Где идет подготовка К бетонированию Раскосов Основных наших Да Ну и Собственно Цех Дроби струйки Окраски Всего остального Это сборочно-сварочный стапель Основной Здесь собирается Такая же секция Которую мы видели Не секция А уже Объемная Объемная ферма 12,5 метров Часть Готовая часть Элемента нашей структуры В общем то Ну Вот как-то так Все ясно Ну а здесь Как я понимаю Боковые части Путевой структуры Левая и правая Соответственно А вот это Как бы Верх Грубо говоря То есть Ну в технологии сборки Собираем сразу Левую и правую части Соответственно Смотрим Какая геометрия Получается Дальше Выкладывается Левая часть Часть правая И вставляется Раскосная решетка Уже в общем Това конструкцию Соответственно В структуре Общей оснастки Нашей всей Вы Можете это Рассказывать Вас уполномочили Не слишком ли Много секретов Мы раскрыли Ну Скажем так Секреты они Внутри конструкции Как конструкция Работает В общем то Мы говорим с вами О том Что мы проектирули И что мы получили В итоге Спасибо большое Виктор За Ну даже Более исчерпывающие Ответы Чем я предполагал Мы с вами В Экотехнопарке Как вы наверное Уже догадались И пока мы Ожидаем Прораба Подрядной организации Я хочу вам Рассказать О том Неприметном Казалось бы Здании Временном Точнее Сооружении Которое Находится За моей спиной Несмотря на то Что нам Нельзя снимать Что происходит Там внутри Я хочу Чтобы вы все знали Там Творится История Субтитры Мы вас уже Познакомили С тем Как обстоят дела С изготовлением Путевой структуры Для Высокоскоростной Линии В силу Конструктивных Особенностей Там Большая часть Работы Проводится Под крышей В производственных Промышленных Условиях А что касается Легкой Линии Для Юнибайков То здесь Большая часть Работы Проходит В Экотехнопарке Где мы Сейчас с вами И находимся Мы побеседуем С прорабом Организации Которая Занимается Как раз таки Сборкой И последующим Монтажом Если я не ошибаюсь Легкой И впоследствии Грузовой Транспортных Систем Добрый день Добрый день Представьтесь Пожалуйста Меня зовут Демидович Кирилл Производитель Работы УАО Промтехмонтаж Скажите На какой фазе Находится Монтаж Легкой путевой Структуры Skyway На данном этапе Мы производим Укрупнительную Сборку Подвесного Пути Соответственно Сварочные Работы И Растяжка Самого Непосредственно Подвесного Пути На данный момент У нас Идет Сварка Производится В этой палатке Да Непосредственно Здесь идет И Подготовительный Весь процесс Сварочный Процесс И зачистка Самого Подвесного Пути А потом Это каким-то Образом Вытягивается И все Новые Новые Рельсы Можно так Сказать Поступают Сюда И Она Растет Вдаль Вдаль Да Я смотрю Уже достаточно Много Сделано По-моему Больше Половины Больше Половины Почти уже Выполнено В соответствии Когда будет Выполнено Непосредственно Весь Подвесной Путь Дальше Будет Производиться Затяжка Трассового Пути И его Моноличивание Спасибо большое Но Насколько Я в курсе Уже И на Третьей Линии То есть На Грузовой Начинаются Работы То есть Все Три Транспортные Системы Монтируются Практически Одновременно На какой Стадии Грузовая Находится Сейчас Трасса На данный Момент На прошлой Неделе Поступили Металлоконструкции Погрузочные Линии Соответственно На сегодняшний Грузовой Линии Извиняюсь На данный Момент У нас Производятся Все Измерительные Работы Выверочные И На следующей Неделе Мы Приступим Непосредственно К монтажу Станции Натяжения Спасибо Спасибо Большое Подписывайтесь На наш Канал Ютьюб Следите За обновлениями Новостей На официальном Сайте Международной Группы Компаний Skyway По адресу rsv Defisystems.com Поддерживайте Наш проект И у вас Все в жизни Будет путем Строй Skyway Спасай Планету Здравствуйте С вами Михаил Кириченко Вы смотрите Новости Skyway В которых мы Рассказываем вам О разработках И внедрении Прорывных Транспортных Технологий Как мы вам Уже сообщали С Анатолием Эдуардовичем В одном Из последних Репортажей Из Экотехнопарка До испытаний Подвижного Состава Остались Не недели А дни Так вот Сообщаем Что эти испытания Уже Успешно Проводятся Но Обо всем По порядку И лучше всего Об этом поведает Естественно Генеральный конструктор Skyway Анатолий Эдуардович Юницкий Добрый день Анатолий Эдуардович Добрый день Вы правы Действительно Не один день Уже идут испытания Тестовые Естественно Но То что Поедет Колесо По рельсу Было понятно Уже всем Не могли бы вы Рассказать Что именно Мы здесь Испытываем Ну Не забывайте У нас колесо Необычное Рельс необычный Поэтому многие Не верят Что поедет Но прежде чем Проводить испытания На тестовых участках Мы должны испытать Ходовую тележку Для того Чтобы смоделировать Разгон Торможение Потом Позиционирование Мы ведь Позиционировать Должны на станциях Состоятельно До 10 миллиметров До 10 миллиметров Чтобы дверь Дверь открыть Какие ускорения Есть ли Нужное Сцепление С рельсом Не проскальзывает ли Колесо При Разгоне Ну и естественно Шумы Ну мы всякие Присутствуем Тут идет Полноходом Работа И Слышна Да И слышен Шум небольшой От нашей дороги Ну потому что Мы смоделировали Дорогу Но эта дорога Ненастоящая Неструнная Здесь обычно Стальная Балка Выполнена В виде фермы И Я вспоминаю Эти старые фермы Мне очень нравятся Советские Когда там Какая-нибудь Целина Вот зовут на обед Там Доярок Трактористов В рельс Постучали по рельсу И за 3 километра Слышно Побежали на обед Да И Мы знаем Как железнодорога слышна Она слышна На километре За километре А здесь Шум на самом деле Небольшой Но В нашем Вот Модели Нашей дороги Нет Бетона А причем Бетона Специального Ну и здесь Он не нужен И мы Который Собственно Будет гасить Шумы Потому что За счет Всего внутреннего трения Бетон Гасит Весь депозон Колебаний И шумов От Ультразвука До ультразвука И мы Тоже здесь Меряем Шум Сколько децибел Что потом Оно было сравнить С шумом На дороге Где Нет пустотелых Конструкций Они заполнены Будут Специальным Бетоном И вот Эти все Испытания Мы проводим Уже не один день Чтобы Потом Тележку Она полностью Здесь Она не смоделирована Это настоящая Ходовая тележка Если я правильно Понимаю Это та тележка Которая стояла В юнибайке Которую достали Для того Чтобы довести Перед тем Как поступит И юнибайк И юнибус На ходовые испытания Полноценные В экотехнопарке Потому что мы сделали Не макет Юнибайка А промышленный образец Со всей начинкой И с ходовой частью Естественно С рамой И так далее Несущая Так вот Ходовая часть Несущая рама И все Что на ней размещено Там И аккумуляторы Накопители энергии Которых хватает На день испытаний На целый день Там До 200 километров Может Потом На аккумуляторах Юнибайк Проехать Похоже на поточный Накопитель Из фильма Назад в будущее Ну что-то даже Так Тут Инвертор стоит Тут Стоят И элементы Которые Обеспечивают Микроклимат В салоне У нас же салон Ну Термолегулированный И там Термолегулированный Комфорт Соответственно Не только Нужными Температурными Режимами Но и Чистый Свежий Воздух Должен быть Поэтому там Должны быть Соответственно Фильтры Стоят Вентиляторы Обогреватели Кондиционирование Должно быть Это тоже Размещено На ходовой Тележке Ну и естественно Система Автоматического Управления Она тоже Размещена На ходовой Тележке Сама Система И силовая Рама Ходовая Часть С подвеской То есть Это все то Что является Собственно Сердцем Любого Транспортно-средства И в любое Каком числе И мы Вот это сердце Испытываем Вот здесь Отдельно От организма Скоро Мы соединим В одно целое И вот это целое Мы уже планируем В середине ноября Поставить На ходовые Испытания На Питеринопарке Спасибо большое Я так понимаю Что вот этими Испытаниями Мы ответили На происки Всех Недругов Критиков Проекта Чувствуете ли вы Что уже Утерли всем Им нос Или только Подходите К этому ощущению Ну Можно все равно Скажем Что-то из фанеры Сделано Надо Подойти Подключать голову А звук наложен А звук наложен Конечно А это вообще фон На самом деле Так Ведь все что угодно Можно говорить Но Мы реально Делаем Реально работаем Реально даем результаты И Ведь это вот все Вот я сам Как вот я сумел Оторганизовать За год Там был Танковый полигон Там Ямы были Глубиной 2 метра Вы же помните Бурьян Как мы Там Деревья рубили Кусты Да Облагораживали территорию Это было год назад Благородному делу Господь Бог помогает Конечно И сейчас смотрите Уже две машины Целиком готовы Уже первая Тестовая трасса Будет готова Потом буквально Через пару мест Будет вторая И где-то через 3-4 месяца Третья Где уже И мы еще другой Подвижной состав готовим Крону этого У нас есть еще Другой тип Городского Я пока Не буду говорить Детали Он будет В виде Небольшого поезда И грузовые Юнитраки Мы тоже Уже приступили К изготовлению Рабочая документация Уже есть Для того Чтобы Возить Цепучие И штучные Жидкие грузы Анатолий Эдуардович Хотелось бы Также спросить А насколько Приближены К оптимальным Или к естественным Условиям Проведения Эксперимента Ведь поскольку Ездит Одна ходовая часть Или тележка Без Самого Юнибайка Там Распределение Веса И прочие Характеристики Учитываются ли? Безусловно Учтены Эти характеристики Это не просто Пустая тележка Ну Ходовая часть Здесь моделирована И нагрузка От Корпуса Юнибайка И пассажиров Поэтому Эта тележка Нагружена Еще Нагрузкой 500 кг Она Подвешена Эта нагрузка Поэтому Здесь Не смоделированы Только Габариты И Допустим Парусность Или ветровые Нагрузки Ну А то мы уже Смоделируем В экотехнопарке А все Массовые Массовые Инерционные Вот эти Характеристики Они Здесь Соблюдены То есть Самое главное Мы проводим Скажем так В тепличных В идеальных В удобных Для работы Условиях В цеху Капот Мы же Оденем Потом Корпус Защиту Всего О том Что До Сертификации Это Запрещено Не Ну Я не говорю Нарушение После Сертификации Тогда Ну После После Я должен Быть Я Первым Я должен Стать Под Дорогой Первым Чтобы Показать Не упало Не Не Обрушилось Я должен Сесть Первый Чтобы Быть Уверен Что Не погибнут Люди Которые Там Будут Делать Это Я должен Вы Настоящий Капитан Спасибо Вам Я Переполняем Всякими Чувствами Все Исключительно Позитивные Прежде чем Мы завершим Репортаж Скажите Еще То Что Вы Хотите Но Я Почему-то Об этом Вас Еще Не Спросил Ну И Что Вглавное Что Еще Важно Мы Стоим В нашем Цехе Испытания Идут В нашем Цехе На нашем Заводе Мы Находимся В цехах Опытно Опытного Производства Юнибус Опытно Экспериментального Производства Свою небо Мы Я не имею ввиду Зао Странной Технологии Себя Потому Что Совладельцами Всего-то Являются Наши Инвесторы Акционеры Которые Прибыли Долю В общем Бизнесе Технологии Они Тоже Совладельцы Вот И Это Очень Важно Потому Что Совсем Недавно У нас Ничего Этого Не было И Мы Буквально На коленке Все Делали Сейчас Нет У нас Серьезное Производство Оснащенное Достойным Оборудованием Которое Мы Сейчас Это Производство Расширяем Мы Приобретаем Очень Серьезное Оборудование Сейчас Потому Что Мы Намечены Уже Скоро Перейти К Мелкосерийному Производству От Одиночного Производства От Мелкой Серии А потом Уже И крупной Серии Потому Что У нас Много Сейчас Потенциальных Заказчиков Которые В ближайшее Время Будут Приезжать Нам Готовы Приехать Чтобы Ознакомиться С нашим Производством И оценить Способны Ли мы Изготовить Подвижной Состав И путевую Структуру Для Реализации Адресного Проекта В ряде Стран Я не буду Называть Эти стран Их Но вы Скоро В одну Из этих Стран Едете Насколько Я знаю Да Буквально В понедельник Но Прежде чем Мы начнем Осуществлять Все Эти адресные Проекты Как я понимаю Мы должны Еще пройти Сертификацию И это Начнется В Экотехнопарке Не могли бы Вы по срокам Сориентировать Потому что Все Наши Партнеры Очень Интересуются Нет То что мы Видим Это тоже Элементы Сертификации Это не просто Мы сделали И моделируем Работу В том числе Путевую структуру Это часть Сертификации Она идет А завершим Мы ее Весной В следующем году Спасибо большое Анатолий Эдуардович Подписывайтесь На наш канал Ютуб Следите за обновлениями Новостей На официальном сайте Международной группы Компании Skyway По адресу RSVDEFISSTEMS.COM Поддерживайте Наш проект Ибо в нем Мечты Сбываются Строй Skyway Спасай планету Здравствуйте С вами Михаил Кириченко Вы смотрите новости Skyway В которых мы рассказываем вам О разработках и внедрении Прорывных транспортных технологий Как всегда Хитом наших новостных выпусков Является посещение экотехнопарка Skyway Сегодня мы здесь Как раз таки и находимся И нашим собеседником Является главный инженер Закрытого акционерного общества Струнной технологии Алексей Сергеевич Савин Добрый день, Алексей Сергеевич Добрый день, уважаемые Зрители канала И инвесторы Расскажите, пожалуйста На фоне чего мы с вами снимаемся Что за работы проводятся Ну и потом, естественно Мы подойдем к легкой путевой структуре Скажем так Вкусная на третье Ну, на сегодняшний день Первое монтажное управление Промтехмонтажа Начало монтаж Грузовой Анкерных опор Грузовой транспортной системы Вот это вы видите на экране Идет установка металлоконструкции К фундаменту Анкерных опор Соответственно Ну, вы видите, что выпал снег У нас сегодня Первый снег, который так плотно лег Хотя и мокрый Несмотря на это На непогоду Дожди, которые были Работы продолжаются Согласно графика строительства Корректива погоды, конечно, вносит Но, как и в прошлом году Мы не теряем оптимизм И все работы, еще раз повторю Что ведутся согласно графика Понятно А что на первой линии? На какой фазе она находится? То есть, пассажирская Городская И высокоскоростная Ну, на анкерной опоре Станции у нас заканчиваются Отделочные работы Установлены окончательно Фасады, витражи Производится окончательно Облицовка, штукатурка стен Ну, и происходит монтаж Пролетов путевой структуры Сварка и монтаж Пролетов путевой структуры Спасибо большое Ну, и давайте пройдемся Все-таки Немножко по территории И прокомментируем То, что происходит На легкой Которая вот-вот уже В ближайшие дни Наверное, начнет функционировать И на месте прокомментируем Хорошо Хорошо алексей сергеевич ну вот мы сейчас с вами на максимальном приближении к легкой транспортной системе на которой можем быть для того чтобы не показать ничего лишнего и именно поэтому нам так необходим комментарии главного инженера что же все-таки уже сделано что предстоит и как скоро мы все-таки увидим испытание юнибайка ну на сегодняшний день да мы все показать не можем раскрыть всех нюансов мы находимся на последнем завершающем этапе монтажа путевой структуры и вот уже совсем совсем в скором времени буквально чуть-чуть осталось дождаться потерпеть и на этой линии уже будет ездить юнибайк спасибо большое а как вы предполагаете успели мы в те сроки который обозначил анатолий дардович юницкий генеральный конструктор нашей организации безусловно поддерживаете наш проект подписывайтесь на наш канал youtube следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний skyway по адресу rsv defixsystems точка ком для того чтобы не пропустить самое главное и тогда в вашей жизни не будет плохой погоды строй skyway спасай планету дорогие друзья всем здравствуйте напишите меня пожалуйста как видно как слышно меня зовут суходоев алексей сегодня мы сергей антоличем проведем для вас водной технико-экономический вебинар а затем расширенный что из себя представляет водной технико-экономический вебинар во первых я хотел бы напомнить и более того смотивировать вас возможно приглашайте на данный вебинар действительно тех людей которые желают погрузиться в проект skyway и если вы желаете свою очередь сэкономить ваше время на донесение информации потому что здесь мы стараемся максимально кратко доходчиво со всеми объяснениями об основаниями донести основные концепции основные аргументы тезисы почему стоит заинтересоваться технологии skyway и почему действительно сейчас все больше и больше людей начинает не просто регистрироваться не просто следить за проектом но и инвестировать и это немаловажно дорогие друзья потому что поток инвестиций он развивается действительно гипер геометрической прогрессии поэтому мы реализуем и намеченные планы которые были установлены еще в 2014 году при начале развития по новой схеме развития которая действует с 2013 года это схема крауд инвестинга сегодня мы пообщаемся на расширенном технико-экономическом вебинаре непосредственно также и по новостям которые очень ожидают все и мы в том числе так как раньше эти новостей в принципе не было я имею ввиду опять же 2014 год сейчас я могу сказать что в принципе раз несколько дней появляется по несколько новостей это сегодняшний этап развития нашего проекта и собственно уже инициируются адресные проекты я не мог этого сказать и не мог этого предположить что действительно в 2016 году в ноябре мы будем заниматься такими вещами и слышать уже о договоренностях в тех или иных странах по созданию адресных по поводу применения технологии skyway но действительно то что мы декларировали что 99 процентов населения земли станут так или иначе заинтересоваться технологии skyway и соответственно я могу сказать что сейчас те люди которые получают информацию о проекте skyway начинает ей интересоваться а теперь давайте проголосуем кто присутствует в первый раз кто присутствует во второй раз и возможно вы регулярно посещаете вебинары но я напоминаю что азбука skyway предназначена в первую очередь для тех людей кто погружается в проект skyway и собственно мы продолжаем вести эти вебинары потому что эти вебинары мы считаем в первую очередь отработкой для нас самих презентации потому что есть у нас люди в структуре вообще от skyway которые проводят в месяц более 20 и 25 даже презентации если на это мастерство естественно это умение и естественно разным образом все равно мы говорим информацию так как не можем заучено повторять это просто не имеет никакого смысла и многие наши партнеры посещают вводные вебинары по той причине для того чтобы просто прослушивая их либо фоном либо как-то подчеркнуть для себя что-то и создать новую базу аргументов и то что мы видим на сегодняшний момент дорогие друзья то что вот 29 ноября фактически немного осталось до начала технологических прогонов генеральных генеральный технологический прогон начали будет потом соответственно это войдет стабильный режим и многие делегации будут посещать уже после выставки которая пройдет в москве многие задают вопрос что за выставка вы можете посетить эту выставку если вы желаете если вы проживаете либо в москве либо недалеко от москвы посетить стенд посмотрите но мы можем сказать что на тот момент уже подвижных составов модели один к одному их не будет так как они будут находиться на испытаниях на экотехнопарке и вот это вот дорогие друзья это наш сегодняшний этап мы находимся в преддверии демонстрации движения все начиналось далеко не с этого и более того я могу сказать что самой технологии более 39 лет уже фактически скоро 40 лет будет и эта технология по нашему мнению станет основой нового технологического клада как стал свое время интернет и свойства кремниевая из которого сформировались такие понятия как кремниевые технологии силиконовая долина то есть кремниевая долина и мы знаем какую капитализацию микропроцессорная электроника пойти сферы сфера программного обеспечения создала то есть это достаточно серьезная доля львиная часть так скажем современной мировой экономики и если говорить о том что будет после компьютеров после микропроцессорной электроники после искусственного интеллекта то стоит задуматься а вообще с какими скоростями на сегодняшний день я совершаются различные бизнес-процессы с какими скоростями совершаются денежные транзакции с какими скоростями совершаются документы оборот и меня поразило но это действительно факт который стоило ожидать с использованием системы блокчейн вот в сентябре был анонс что была совершена первая сделка барклась банк зарегистрировал через систему блокчейн то есть эта система на основе крипто технологий и то что раньше за не занимала по продолжительности времени 3-4 недели заняло три часа то есть это действительно колоссальное сжатие во временных рамках естественно в сторону большей эффективности стороны сторону увеличения скоростей но об увеличении скоростей мы не можем сказать о современной транспортной технологии железнодорожный транспорт по-прежнему застрял в прошлом веке и да мы сейчас и не перемещаемся слава богу в метро на паровой тяге в германии допустим в рассвет так скажем технологии то есть во времена немецкой фашистской германии метро было на паровой тяге и люди действительно вдыхали эти такие вот вредные из вредные испарения благодаря тому не благодаря тому а из-за того что использую использовалась паровая тяга то есть паровозы перемещались как метро сегодня средняя скорость подвижного состава железнодорожного транспорта 15-20 километров в час и мы знаем и более того серьезные корпорации знают о том что в транспортно логистических пробках утопают многие товары грузы и происходят задержки приносящие убытки в десятки и сотни миллионов долларов соответственно как только появится альтернатива я могу сказать что ту технологию которая предоставит альтернативу ее будут повсеместно использовать мы считаем что это будет технология skyway и более того в гонке технологии по транспорту второго уровня по праву можем сказать что технология skyway на сегодняшний день является лидером об этом мы говорили на прошлом расширенном технико-экономическом вебинаре где показали сравнение с нашими с нашей конкурентной технологии можно называть конкурентный можно называть просто это очередной технологии транспорта второго уровня очередной альтернативой современному транспорту но мы четко сравнили что на сегодняшний день мы опережаем по развитию по дну из компаний которые также имеют все шансы реализовать свой проект но дорогие друзья что касается струнных технологий и компании skyway все началось далеко не в 2013 году к этому пришли позже а все началось конце 70-х годов когда анатолий эдуардович юницкий начал действительно оптимизировать те изобретения которые были уже внедрены и пришел к концепции что должен быть создан абсолютно простой использующий законы существующие аэродинамики физики сопромата теоретической механики других технических наук и этот транспорт должен быть в первую очередь дешевым в строительстве в эксплуатации безопасным комфортным и скоростным естественно на тот момент это были первые чертежи и анатолий эдуардович действительно прошел огромный путь даже показав всей научной всей научной элите того времени научному сообществу на конференции по ней ракетной индустриализации космоса концепцию общепланетного транспортного средства которое в принципе исключило бы те проблемы которые на сегодняшний день имеет наша планета то есть это изменение климата от этого провоцируются соответственно различные экологические катастрофы и так далее и тому подобное так как великие державы с которые являются лидерами мировой экономики в том числе сша является также и является также терпят бедствия от современных экологических катастроф я могу сказать что задумались наконец-то в прошлом году о всемирном конгрессе об глобальной объединенной конвенции по изменению климата эта конвенция он это парижское соглашение на самом деле задумываться об этом на наш взгляд нужно было намного раньше никто не знает сейчас пройдена точка невозврата или нет но анатолий эдуардович еще в конце 80-х годов представил это решение но не будем об этом это достаточно серьезное сложное изобретение которое будет покрывать всю длину экватора 40 тысяч километров и для того чтобы это случилось и это реализовалось нужно отработать целый цикл технологий но я хотел бы остановиться на вехи очень серьезные важные вехи 2000-х годах в истории развития проекта струнных технологий проекта skyway и skyway это не с самого начала было название и использовано были струнные технологии был струнный транспорт юницкого но в 2000-х годах произошло знакомство сергея анатольевича с лебедем александром ивановичем губернатором красноярского края на тот момент и сергей анатольевич сумел донести концепцию стратегию каким образом вывести россию в экономические лидеры и действительно сформировать потенциал сверхдержавы как было когда-то во времена с ссср то есть по технологиям мы были лидерами у нас были все шансы продолжать наращивание в условиях даже холодной войны на мировой арене увеличивать экономический потенциал но мы знаем что произошло с ссср сегодня ситуация обстоит таким образом что мы вплотную сидим на нефтяной игле и соответственно напрямую зависим от колебаний цены на нефть то есть если нефть соответственно падает то стоимость доллара под рублю она также увеличивается не в пользу изменяется не в пользу для рубля и лебедь александр иванович наверное предвидел все эти факторы что нужно диверсифицировать экономику что нужно создавать инновационную стратегию развития экономики и увидев на тот момент функционирующий модель 1 к 5 струнных технологий было принято решение совершить первый транш совершить первое финансирование и заложить первый нулевой километр технопарка и вообще можно сказать это очень опять же повторяюсь серьезная веха это начало развития эпохи транснет и начало развития уже воплощение конкретно в виде испытаний в виде железа если говорить про путевую структуру в первую очередь естественно с 2001 по 2009 год это были испытания путевой структуры зил которую видите на слайде являлся подвижной лабораторией и было построено несколько сотен метров произведена презентация ожидалось естественно очередь до кремля но время на тот момент не пришло на настолько серьезная заинтересованность технологии которую мы сейчас видим более того после презентации на тот момент президенту дмитрию анатольевичу медведеву как я вот говорю и часто в чате кому не комментирует неизвестными лицами по не установленным причинам абсолютно по неизвестным мотивам был разрушен технопарк в городе озера поэтому мы его называем полигон потому что он претерпел такие вот серьезные акты вандализма военные действия можно сказать и он был разрушен буквально под ноль все эти опоры все эти металлоконструкции были спилены с помощью спец техники и увезены в неизвестном направлении ну кстати в недавнем времени зил все-таки был найден и вернется в музей ныне skyway который будет находиться на первом этаже нашей станции первые анкерные опоры и соответственно это сейчас является нашей историей также можно сказать истории начинается вторая очень важная веха которую хотел бы отметить это 2013 год после попыток взаимодействия с крупными инвесторами анатолий эдуардович потерпел недобросовестное отношение своих партнеров к себе и ко всей компании был совершен рейдерский захват незаконный абсолютно компания во главе с виктором узловым и соответственно после этих действий понимая что и крупные инвесторы на ранних стадиях будут желать получить все и оставить ни с чем генерального директора ныне генерального конструктора за струнные технологии в первую очередь гениального ученого изобретателя основателя целой технической школы новой инженерной и естественно анатолий эдуардович понял что нужно действовать каким-то другим образом рассчитал также как были рассчитаны все элементы технологии также была рассчитана система народного финансирования именуемая крауд инвестингом мы знаем что есть 15 этапов на сегодняшний день мы находимся на восьмом этапе из 15 наступить этап может зависимости от привлечения инвестиций намного быстрее чем он наступал в прошлом времени и можем сказать что эта система работает на сегодняшний день более 500 тысяч людей помогает развитию проекта тем или иным образом и соответственно сотни тысяч активных инвесторов активных лидеров тысячи десятки тысяч более чем 100 странах мира и по последним подсчетам это сто восемь стран развивает четыре направления это городской пассажирский транспорт это грузовой транспорт и это естественно высокоскоростной транспорта и естественно это легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт который как направление появился в виде потребности рынка меньше года назад но уже созданы подвижные составы в реальном масштабе более того не просто реальный масштаб это действующие машины мирового уровня мирового качества мирового класса и они были показаны на выстрел в берлине дорогие друзья я могу достаточно долго рассказывать про преимущество технологии но на сегодняшний день все складывается к тому что необходимо знать что же сейчас было достигнуто в виде результатов и что мы видим на экотехнопарке когда будет технология продемонстрирована и соответственно самое главное насколько реально какие есть риски или или наоборот нет риска в том что 29 ноября действительно совершится первая демонстрация в движении это не какая-то фееричная презентация как любят проводить западные компании это будет закрытая встреча для крупных инвесторов для представителей управляющих компаний мы поговорим об этом обязательно на расширенном технико-экономическом вебинаре я расскажу более подробно кто будет присутствовать о ком можно говорить на встрече 29 ноября и я могу сказать даже не возвращаясь на июнь 2015 года когда был заключен договор аренды земли в городе марина горка минская область республика беларусь и соответственно начато в начале сентября строительство экотехнопарка то есть был вырыт первый котлован также в сентябре в первый раз посетили наши очень серьезные партнеры род хук это бывший министр транспортного департамента развития инфраструктуры южной австралии ныне это один из членов совета директоров управляющей компанией skyway transport австралии которая занимается всеми адресными проектами по австралии более того сейчас уже мы конкретно знаем что в следующем году начнет реализовываться проект в адалаиде южной австралии по строительству между двумя кампусами университета флиндерс это пилотный проект помимо этого городскими властями рассматривается применение технологии skyway виде городского пассажирского транспорта как альтернатива расширению трамвайной колеи и помимо этого есть ряд очень серьезных горнодобывающих проектов также ряд очень серьезных проектов по высокоскоростному транспорту вот вы видите 23 апреля я неспроста открываю эту дату потому что также в апреле будет происходить экофестиваль ориентировочно в этом месяце естественно как бы мы будем стремиться максимально чтобы это была та та дата которая запланирована когда все желающие смогут принять участие в этом замечательном действии увидеть технологию в движении уже не только в качестве крупных потенциальных и крупнейших потенциальных инвесторов и соответственно вот вячеслав пишет что 3000 человек я не знаю насколько там много будет людей но наверняка погромное количество потому что те кто пропустили такие события как закладка нулевого километра как еще более ранее событие закладка капсулы времени рытье даже было такое событие первой лунки под промежуточную опору струнного интеллектуального ограждения которое стояло уже в апреле и соответственно это действительно является на сегодняшний день нашей истории дорогие дамы и господа в мае вы видите в таком процессе и в таком состоянии происходило строительство первой анкерной опоры совмещенная с транспортно-логистическим узлом и соответственно я хотел бы как обычно на водном технико-экономическом вебинаре остановиться на некоторых месяцах не нужно запоминать дату просто нужно запомнить либо месяц либо хотя бы факт что также в началось запараллельное строительство уже нового направления и на тот момент я лично думал что это будет только легкая прогулочная спортивно-экскурсионная трасса под юнибайки которые вы видели наши юрки мускулисты но на самом деле это будет универсальная путевая структура сразу как под легкий прогулочный спортивно-экскурсионный транспорт также под и городской пассажирский транспорт и поэтому удивились специалисты которые присутствовали на выставке инотранс также вице-президент симонс если пробежаться по слайдам строительства я эту презентацию обязательно дам она наглядно показывает всем категориям людей что действительно результаты достигаются и они достигаются не сразу но они достигаются за много короткие промежутки времени чем допустим создавался первый боинг чем допустим создавался первый компьютер и многие многие другие технологии то есть далеко не все корпорации могут похвастаться такими сжатыми сроками по созданию технологии мирового уровня и мирового качества что также примечательно дорогие друзья то что уже в июле началось опять же за параллельное строительство уже грузовой трассы и это уже фактически три направления легкий прогулочный спортивно-экскурсионный транспорт городской пассажирский транспорт и грузовая трасса вы видите здесь 15 опоры грузовой трассы на сегодняшний день в полной мере продолжается строительство и ведутся все направления фактически то есть это городская пассажирская трасса это легкий транспорт это грузовой транспорт это высокоскоростной транспорт и если 29 ноября будет продемонстрировано соответственно в движении технология легкого прогулочного и городского пассажирского транспорта то как упомянул в интервью анатолий эдуардович уницкий буквально через четыре пять месяцев будет продемонстрирована грузовая трасса и от этого времени через пять шесть месяцев уже демонстрации грузовой трассы будет продемонстрирована высокоскоростная трасса это действительно реально достижимые сроки при тех результатах которые мы имеем и при тех действительно поставленных задачах достигнутых в экстремальных условиях в сжатые временные отрезки специалистам мирового уровня то есть александр синкевич является одним из тех кто когда-то создавал ее мобиль и поразительно но за три месяца с нуля был создан подвижной состав юнибайка и это действительно инновационная машина которая просто не видывал до этого земной шар и никто не мог предположить что это будет реальностью но мы видим что да действительно то что было продемонстрировано на выставке и на транс сейчас уже остались считанные недели и будет продемонстрировано на территории экотехнопарка давайте посмотрим что сейчас мы можем наблюдать на экотехнопарке вот совершенно недавнее время то есть естественно я пролистая слайды сына транса чтобы те люди которые в первый раз так вот визуально увидели каким образом выглядят наши подвижные составы в реальной действительности в масштабе один к одному это еще создание путевой структуры ферменной конструкции под трассу в городского пассажирского транспорта совмещенного с выскоскоростным с мостом там то есть выскоскоростной транспорт будет наверху городское пассажирские в виде подвесного транспорта будет внизу этой фермы и вот с начала октября началась начался монтаж даже С конца сентября начался монтаж путевой структуры легкой трассы. Но это не просто та трасса, дорогие друзья, которая сможет выдержать какие-то аттракционы, какие-то игрушки. Это та трасса, которая сможет выдержать пассажиропоток современного метро, к примеру, московского метро и обеспечить решение данных задач. И вот 10 ноября мы видим, что действительно установлена уже путевая структура. Еще, естественно, до 29 ноября начнутся ходовые испытания уже на территории экотехнопарка перед генеральным техническим прогоном. Когда я вижу эту картинку, и независимо от того, в каком качестве это сделана фотография, я могу сказать, что у многих людей, которые начали этот проект с 2013 года, либо развивают как Сергей Анатольевич вообще более 16 лет, либо как Виктор Бабурин более 8 лет, наверняка бегут мурашки просто по коже, потому что взгляните на это действительно уникальное, простое инженерное решение. Почему все размыто? Потому что я имею в виду крепление, я имею в виду панкерную опору, потому что есть ряд ноу-хау, которые не хочется раскрывать до того момента, пока это можно будет все показывать. Соответственно, естественно, можно это сфотографировать с помощью дронов и более того, сбрасывали, кстати, недавно в одной из социальных сетей фотографии со спутника, то есть там уже видно, каким образом выглядит наш экотехнопарк, и троллям, сомневающимся, на благо, так скажем, им в первую очередь, потому что они, надеюсь, перестанут сомневаться когда-нибудь, видно, что действительно со снимков с космоса видно наш экотехнопарк. Многие не поверят из этих людей, даже когда все будет уже перемещаться, даже когда возникнут первые адресные проекты. Эти люди до конца будут сомневаться, что если продемонстрировали легкий прогулочный транспорт, если продемонстрировали городской пассажирский транспорт, то наверняка не продемонстрируют высокоскоростной. И будут сомнения, мы не утверждаем, что несмотря на то, что 99% населения земного шара нуждается в этой технологии, то и все 100% присоединятся и будут инвестировать лишь малый процент. Но даже малого процента, и мы знаем, сколько населения земного шара, и я назвал неизмеримо малую цифру активных инвесторов, то есть это максимум 150 тысяч, то есть нужно подбить статистику для себя чисто, чтобы знать и отвечать четко на этот вопрос. Но я могу сказать, что это, естественно, меньше полумиллиона активных инвесторов. То есть 500 тысяч, я говорю про тех людей, которые просто даже зарегистрировались, потому что те люди, которые сегодня в первый раз присутствуют на вебинаре, я могу сказать, если вас эти результаты не вдохновляют, если вы вдруг не верите, то используйте лотерейный билет, мы называем, вот для Германии мы такое понятие придумали, можете, кстати, использовать эту терминологию. И пусть человек просто наблюдает за новостями чисто для себя, зарегистрировавшись в личном кабинете, получив минимальный пакет обязательств в 100 единиц. Кто знает, сколько будет этот пакет стоить через 5 лет, через 10 лет. Но я могу сказать, что что-то он будет стоить, дорогие друзья. И если кто-то сомневается, хотя бы зарегистрируйтесь и используйте эту возможность, пока она есть, потому что ее не станет. Почему же? Действительно, многие государства, многие делегации бывают сейчас очень часто на экотехнопарке, и происходят такие контакты, как вот Рот Хук появился, просто так, от знакомства Людмилы Хьюз, замечательной учительницы с Южной Австралии. И кто знал, что Рот Хук окажется действительно бывшим министром транспортного департамента развития Южной Австралии, Александр Мосин пробился к Рамзану Кадырову, донес ему стратегию, концепцию Skyway. Кто знает, во что это выльется, возможно, это выльется и в комплексную стратегию развития Чеченской Республики. Проекты различные сейчас пробиваются, развиваются на территории Российской Федерации, подготавливается почва для заключения инвестиционных соглашений, но первая область уже заключила 2 ноября соглашение, это Челябинская область. Кто об этом мог предполагать и почему такой интерес? Если есть такой интерес еще до демонстрации технологии в движении, наверняка есть какие-то особенные технические характеристики, которые говорят о том, что это действительно эффективная технология. И в первую очередь, дорогие друзья, кто только погружается в проект Skyway, начинает изучать азбуку Skyway, я хотел бы начать с первой буквы алфавита и с первой буквы нашего Skyway алфавита, это буква А, аэродинамика. Коэффициенты динамического сопротивления значительно более перспективные, чем у таких автомобилей, я даже не буду говорить, как Bugatti Veyron, там 0.43 коэффициент динамического сопротивления. Я буду говорить о более новых моделях, например, Mercedes Coupé GLC. Коэффициент динамического сопротивления 0.22. У нашего подвижного состава коэффициент динамического сопротивления не менее 0.04, то есть в более чем 10 раз более эффективный. И, соответственно, тот факт, что транспорт перемещается на втором уровне, увеличивает аэродинамические показатели сразу в два раза. Соответственно, как минимум в два раза будет происходить значительная экономия как топлива при эксплуатации, так и материалов при строительстве. Я не буду вдаваться в точные характеристики, сколько будет экономии на погонный метр, но поверьте мне на слово, экономия есть, и она значительная. Есть материалы, есть брошюра, я бы не сказал даже брошюра, а книга «100 ответов на 100 вопросов», где представлены ответы на все технические вопросы. И я могу сказать, что вот что касается технологии, что касается технических рисков, их у технологии Skyway просто-напросто нет. Этому доказательство то, что нас признали инновационной, перспективной, рекомендованной к внедрению экспертный совет Министерства транспорта Российской Федерации, Международная академия теории решений изобретательских задач, во главе с президентом Михаилом Орловым. МБМ – высшая консалтинговая организация, которая оценивает инфраструктурные проекты и технологии, признав технологию Skyway самой эффективной, самой перспективной применению технологии на сегодняшний день в сфере транспортной индустрии. И это не просто так, дорогие друзья, потому что действительно самый главный показатель при перемещении транспорта – это ощущение комфорта, которое мы испытываем при пользовании транспортом. То есть должно быть абсолютно ровное перемещение, без каких-либо вибраций, без каких-либо эффектов рейса, шпалы, вот этих качаний в наших русских поездах. И я думаю, что не каждый рискнет, я люблю приводить такие аналогии, с кипятком в двух руках пройти, независимо от того, в купе вы едете, в СВ вы едете, все равно вы будете испытывать вот эти вот некий дискомфорт при перемещении. Что касается наших подвижных составов, как говорит Анатолий Эдуардович, действительно комфорт может быть будет чуть-чуть похуже, как вы сидели бы на диване, слушали любимую музыку, либо кто смотрит телевизор, смотрел бы телевизор, либо кто общается по телефону, общался бы по телефону. Без отрыва от реальной действительности вы действительно совершали те действия в повседневной жизни, которые вы обычно совершаете. Не было бы никаких прерываний мобильной связи, не было бы недостатка интернета, каких-либо провалов в подобных случаях. И это также, можно сказать, обязательно будет реализовано, так как в путевой структуре есть силовые кабели, то есть будет электричество, есть оптоволоконные кабели, есть все различные сигналы радиочастотные, цифровые, мобильные. Соответственно, мы можем сказать, туда, куда придет струна, действительно произойдет освоение территории. И сама путевая структура, она является в первую очередь ноу-хау, то есть это предварительно напряженная неразрезная конструкция. Можно сравнить с проводом, который мы натягиваем, если мы располагаем параллельно, либо два провода, либо даже таких вот тонких бумажных ленты. Если мы их преднапряжем, то есть растянем, закрепим пальцами хотя бы, можно положить какой-то тяжелый предмет. Соответственно, это простая модель, действительно, почему очень серьезные, колоссальные нагрузки наша путевая структура сможет принимать и испытывать, и принимать на себя всю нагрузку. Будут анкерные опоры и промежуточные опоры. Соответственно, я думаю, дорогие друзья, что на данной стадии стоит обратить внимание на технологию Skyway, стоит рассказать о том, что вот-вот этого ноября будет происходить мировая демонстрация. Тот, кто будет ожидать эту мировую демонстрацию, ее обязательно получит. И это не то, что, я повторюсь, фешенебельная презентация, как любят наши партнеры по транспорту второго уровня, проводить на 123 этаже Бурж-Халифы. Дорогие мероприятия. Это будет совершенно обычное мероприятие, такими же, какими являлись все наши предыдущие мероприятия. В первую очередь мы доказываем делом и действиями, что да, действительно, технология Skyway абсолютно реальна. И в первую очередь у нас происходит максимальная оптимизация расходов, максимальная оптимизация использования материалов. Благодаря этому также появилось ноу-хау, которое в голове Анатолия Эдуардовича было всегда. Это зеленые крыши. За зеленые крыши был получен Grand Pro OON даже. То есть это несколько сотен тысяч долларов, которые также пошли на развитие технопарка. И кто знает, дорогие друзья, будет ли возможность вообще, вот к примеру, не будем загадывать про 2017 год, он будет для нас и очень сложным, и очень эффективным, и очень прорывным, и лучшим, показательным. Но кто знает, в 2018 году будет ли вообще возможность инвестирования в ту головную компанию, которая будет входить в качестве в качестве участника во все управляющие компании по инициации всех адресных проектов по всему миру. И если бы вам задали такой вопрос, что, к примеру, есть компания, вы знаете сейчас потенциал интернет, насколько распространен интернет, и насколько он проник в жизнь каждого, даже в самые глухие русские деревни, интернет и то проник, и какой это вообще потенциал, какой потенциал рынка интернет вещей. В ближайшие 5-7 лет McKinsey прогнозирует то, что вообще только потенциал рынка интернет вещей планируется в 5-7 триллионов долларов. То есть это достаточно неплохая сумма, чтобы задуматься. А если мы говорим и утверждаем, что рынок технологий Skyway будет в десятки, а может быть в сотни раз более серьезный по потенциалу, чем рынок интернет и интернет вещей, то я думаю, что стоит обратить внимание на эту технологию. Ну вот, дорогие друзья, в такой вот вкратце вводный вебинар Азбука Skyway и мы прерываемся на небольшую паузу для того, чтобы показать те основные ролики по новостям, трансляциям зао-струнной технологии, интервью, которые мы с нетерпением ожидаем уже не раз в месяц, как ранее, но уже раз в неделю, как минимум, а иногда бывает по нескольку раз за неделю. Смотрим и до встречи на следующей части уже расширенном технико-экономическом вебинаре, на котором мы пообщаемся на многие интересные темы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok